Я бы стартовал с как раз вот этого самого 2002 года, где, по-моему, чемпионат был в Японии, где впервые появились Киршаков и Сычев, еще там 19-20-летние пацаны. И вот этот вот чемпионат 2002 года, по сути, поставил крест на целом поколении советско-русских футболистов, которые начинали как футболисты еще другой страны, с другим гимном, с другой формой. 2002 год поставил крест на целом поколении тренеров, как романцев, так и его помощников, людях типа Ярцева. И дальше мы в течение 12 лет наблюдали мучительные попытки сборной куда-то прорваться. И вроде бы и звезды были, и вроде бы успехи или какие-то там сиюминутные появления в английской премьер-лиге, в бундеслиге. Но, как правило, все это заканчивалось на уровне отборочных соревнований. И, по идее, сейчас надо понимать, что все познается в сравнении. То есть, казалось бы, слава богу, что сборная вышла в финальную часть чемпионата мира, впервые за 12 лет. Что будет дальше, я думаю, не может сказать ни один прорицатель, ни один футбольный эксперт. Потому что, с одной стороны, как пелось в песне, мы за сыном не постоим. И мы имеем в наличии одного из самых дорогих и самых профессиональных тренеров в мире, капелла. Который, как любой тренер, он все-таки может что-то подкорректировать, что-то изменить, немножко улучшить. Но, если на всю страну накануне чемпионата мира остается 2-3 деспособных нападающих, если на всю страну есть всего два центральных защитника основного состава, давать какие-то прогнозы при любых травмах, необъективных судействах. Вот в тот день, когда я даю интервью, мне кажется, что непонятно ничего. Потому что, допустим, у нас в подгруппе есть Бельгия, которая, я вот внимательно смотрел их товарищеский матч, последний перед чемпионатом мира с Тунисом, там 88 минут, разве что не плакала горячими слезами, не могли этот Тунис одолеться. То есть, не до конца понятен реальный уровень соперников. Понятно, что на чемпионате мира все будут умирать. Вот просто выходить, 22 мужика на поле, и просто кость на кость. Какие будут бойцовские качества нашей сборной, которая, не секрет, одна из самых возрастных, если не самая возрастная сборная на чемпионате. Сказать сложно, потому что, да, понятно, там я извиняюсь за клиническую пошлость, повторю очевидные вещи, что да, там возраст это опыт, но когда выходят 20-летние пацаны и просто убегают от прославленного ветерана, потому что они физически бегают быстрее. А у Капелла особенно выбора нет. Поэтому выход из группы, безусловно, это уже будет успех, безусловно, это будет успех. Но, еще раз говорю, произойти может вообще все, что угодно. И можем выйти из группы, и вот на кураже вот такого русского успеха еще выиграть один-два матча. Я удивлюсь, но не сильно. Можем из группы не выйти. Значит, могут вмешаться, могут вмешаться, вот последние новости из Бразилии, вот я только что смотрел интернет, на игрокации Скайра Химича, там напали на велосипедах бразильские хулиганы, которые сейчас, ну, там обошлось, потому что полиция появилась. Вот, поэтому, ну, может быть, этот чемпионат, он теми прекрасен, что там говорят фавориты Бразилия, фавориты Испания, там фавориты Германия. При огромной любви к нашей сборной и к ее супертренеру, я не думаю, что они там порвут половину команд. Вот, поэтому, ну, буду болеть, но реально буду считать выход из-под группы успехом, а там как Бог даст. Субтитры создавал DimaTorzok